Крыши текутом, а разваливаются подвалы затоплены. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Без уверенности в завтрашнем дне жители Барнаульской трехэтажки недовольны ремонтом потолка и опасаются новых обрушений. Вам не страшно здесь стоять иногда? Да, уже не знаю. Не страшно, уже не страшно. Вроде как и привыкаешь к этому звуку. Больше, по-моему, за стемку боишься, потому что останется, как все полетит. Горы мусора и потов жильцы Барнаульской многоэтажки страдают от регулярных коммунальных аварий в подвале. История с рухнувшим потолком, о которой мы рассказывали в предыдущих выпусках, оказалась с продолжением. Как мы помним, жительницы Барнаульской трехэтажки восстановили потолочное перекрытие. Но женщина уверена, что ненадолго потолок уже начал отсыпаться, а при малейшем потеплении в квартире пойдут дожди. Они мне перекрыли, это всего лишь убрали сыпь. Скажем так, это временная штукатурка. Как оно было, так оно и сыпется сверху по ночам. Все это сыпется, все оно рушится, там на кухне стрелки идут. Но ничего нет более постоянного, чем временная, уверена жительница трехэтажки Светлана Козина. Женщина недовольна новым потолочным перекрытием. Напомним, старая обрушилась в конце прошлого года во время капитального ремонта дома. Спустя время перекрытие восстановили. Так отчиталась администрация Октябрьского района. Но только Светлана никаких актов приема работ не подписывала. Я удивилась, почему я об этом не знаю, что они сделали. То есть знала я только от вас недавно. То есть средства массовой информации они ответили, а вам? Да, да, ни, то есть никаких вообще ни актов о сделанных работах. При отчетности я же должна подтвердить это все. Тогда должна быть стоять моя роспись где-то, да, в каком-то документе, что я согласна, что они мне сделали потолок. То есть, получается, они отчитались, подписав мою фамилию самостоятельно? Коммунальные эксперты советуют зафиксировать все недочеты в работе, составить претензию и отправить ее по адресу. Направить претензию в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства и можно еще и подрядной организации, которая указана в паспорте объекта, который расположен, мы его там в сюжете видели. Соответственно, в претензии потребовать 10-дневный срок устранить надлежащим образом, привести в нормативное состояние. Если этого сделано не будет, после этого потребитель вправе обратиться уже в суд. Суд определит, кто в данной ситуации является надлежащим ответчиком. Комитет напрямую, либо подрядчик, либо они там как-то совместно будут отвечать по этой ситуации. Определит размер ущерба, какие необходимо произвести работы для того, чтобы устранить вот ту ситуацию негативную, которая там сложилась. Пока Светлана будет добиваться качественного потолочного перекрытия, в суде на доме продолжается капитальный ремонт. Да так продолжается, что в ее квартире только уже в другой комнате вновь частично обрушилось перекрытие. Затопила всю стену, обвалился потолок. Вот таким вот образом мы живем. Светлана, да и другие соседи настаивают на том, чтобы дому не красили губы, не ремонтировали, а признавали аварийным и сносили. Но как нам пояснили в администрации Октябрьского района, признаков аварийности строительных конструкций при обследовании дома не обнаружено. Здесь все уходит опять в этот жилищный комитет, которая придет опять эта банда, которая скажет, что у вас все в порядке. Со своей экспертизой. Да, со своей экспертизой у вас все в порядке, вроде как, давайте продолжать. Ну, я думаю, что все-таки жители после последнего потопа и вот этих обрушений, где я проходила, они согласны уже складываться на, скажем так, на платного, чтобы признавали дом аварийным. Жильцы трехэтажки доведены до отчаяния, готовы всеми силами добиваться статуса аварийности, ведь находиться в доме, как показывает практика, реально опасно. Вам не страшно здесь стоять иногда? Да, уже, не знаю уже. И страшно уже, и не страшно, вроде как и привыкаешь к этому звуку. Больше, по-моему, за съемку боишься, потому что останется, как все полетит. Жители барнаульской девятиэтажки жалуются на горы, мусоры и дырявые трубы в подвале. Только за последние несколько дней в подвале произошло сразу несколько коммунальных аварий. Управляющая компания в капитальном ремонте отказывает, а что касается мусора, то жильцам приходится наводить марафет в подвале самим. А вот оно все бежит. Скотчем обутано, придут. Ну, тут все, прям, хана. Коммунальные аварии в подвале на Кавалерийской уже привычное дело. На прошлой неделе сначала прорвало канализацию, потом лопнула труба с горячей водой. Причина – ветхое состояние коммуникации, рассказывают жители. Мы сами спускались, там дыры в подвале огромные, оттуда прям бежит вода сильно. То есть, получается, трубы изношены, ну, прям, прилично. Да, с 86-го года дом, и так они не менялись. В управляющей компании что говорят, почему отказываются ремонтировать эти трубы, ну, так скажем, основательно? Ну, говорят, денег на счету нет, ждите ремонта капитального. В 26-м году мы ничего сделать не можем. С три года еще? Да. Мы хотели своими глазами увидеть, в каком состоянии трубы, но не смогли. Управляющая компания, обслуживающая дом, повесила на подвале замок. Доступа нет даже у старшей по дому. У нас вот второй подъезд, и первый, самые, как сказать, проблемные. Они все проблемные. Ливневки у нас забиты, у нас не чистятся. Все говорят в ДЭЗе, у вас нет денег, вот, с чего мы будем вам чистить? А как же нам тогда жить? Потому что у нас все забито. Ливневки и трубы, которые проходят в подъезде через этажи, они гнилые, их надо менять. Вот. Я обращалась и к руководителю ЖЭУ, и в ДЭЗе, я писала заявление. Вот. Все упирается опять-таки в деньги. Вот. И не знаю, как быть. Да тут вообще спал. Коммунальным авариям в подвале присоединился мусор. Его здесь хоть отбавляй. Хотя, как рассказывает старшая по дому, меньше года назад в подвале царил полный порядок. Подвалы опускались. Они были в нормальном состоянии. Если крыши были в запущенном, то подвалы были в хорошем. Это с апреля месяца по январь, можно сказать. У нас вот такое состояние. Мы попытались связаться с управляющей компанией ДЭЗ-1. Однако не смогли дозвониться до руководителя. Но наши коллеги с портала ТОЛК смогли получить официальный комментарий от УК по поводу подвальных бед. Директор Александр Гросс сообщил, что на доме большой долг. Жители задолжали обслуживающей организации 800 тысяч рублей. В такой ситуации люди могут рассчитывать лишь на экстренные аварийные работы. Капитальных, как говорят жильцы, им не видать еще три года. А это значит, что три года жильцам первого этажа придется жить в сырости и задыхаться от запахов канализации. Вы готовы ждать три года? Нет, мы хотим бороться, потому что это нереально. У нас дети, у нас старики живут в подъезде. И это невыносимо. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала ТОЛК, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok